Минотавр Какие-то аниме девушки Господи! Выглядит страшно Вам не видно сейчас Скажите У нас сегодня какой-то вечер киберпанка Есть ли у нас русский язык? Интересно Мэджик Ну я что-то не вижу Переименовалось Надо перезапустить игру, чтобы запустить все. Окей. А на аватарке аниме девочка. Ох, посмотрите, как круто. Вы видите? Вы не видите. Коки, как дела? Ты чего молчишь? Ты меня презираешь? Ай-яй-яй. Я хочу за других поиграть. Можно? Почему за этого парня? Сексисты. Мистер Пайкс? Мистер Пайкс? Мистер Пайкс? Нот? Черт, моя голова сейчас расколется. Да, конечно. Вы же так долго спали. Но это все равно несет перегара. Это робот? Робот с функцией улавливания перегара? Это интересно. Инглиш, знаешь, только что переводила игру на английском. Перемотай часик назад. Свернулась. Как это ты знаешь, Оля? Я не ставила тебе нюхальственных рецепторов. Вот и у меня был такой опрос. Они называются обонятельные рецепторы, и я без них. К сожалению, почти что вижу продукты распада и тонулы в воздухе. Наглая женщина. В общем, не важно. Вам нужно взять себя в руки и начать собираться. Ваша ночная смена фабрики началась через полчаса. Нет, я хотела сказать наглый робот. Черт. Что-то мне раньше не разбудила. По моим расчетам полчаса в самый раз. Ну, а может чуть-чуть не хватит. И явно нам нужна настройка, Оли. Ну ты прав, мне действительно пора, иначе босс с меня не слезет. Знаете, давайте не делать вид Пурита, что мы не знаем, зачем ему женщина-робот в квартире. Так, а я здесь что, могу тыкать во что-нибудь? Станок? Станок, серьезно? Он здесь работает? Балкон. Календарь. Помню, как делать фотки Айрин в нашем местном клубе под мышкой у демона. Всего три года назад. А теперь только взгляни на нее. Выступает на супернове. Наверное, должен быть за нее брат. Какая-то лобышая. Ух ты, я как будто вернулась во вчера. Блин, ты меня плохо греешь. Авиатор. И ваша любовь меня не греет. Вот в чем проблема. Так. Картинка какая-то размыта и с помехами. Она всегда такая была. Покупили самую дешевую дата панель на рынке. К тому же Б.У. Я, пожалуй, прикручу. Не, не в этом дело. Мне кажется, что это не так с нашей акси-сетью. Может, стоит выключить панель от гига подальше? Ну, ладно. Ариин. Мистер Пайкс, вы слышали такие вещи, как жить дальше? Попробуй попробовать. Да я и пробую. Мы хорошие друзья. Кому же соседи? Ну да. Вы снизу, ваша жена и ее богатенький муж сверху. Здоровая атмосфера, ничего не скажешь. Но лучше бы выкинули эту фотографию, а заодно и переехали бы. Ты знаешь, Ариин действительно попросила меня избавиться от этой фотки. Кто-то рассказал о ней Артуру, он бесился. Так что напомни мне сделать это. Ну, скажем... Завтра. Анимешный киберпанк, сказала, женщины, робот для утех... Да. А ты думал, что? Может, она ему еще и блинчики упечет? Не знаю. Мой старый добрый контейнер. Пост. Ведь меня почти убедили купить D24. Что за контейнер? Так. Выход. Панель охраны. Что еще интересное? Балкон. Что на балкон? Не лучше вид вновь, но отсюда хотя бы не слышно Оли. А робота Оли. Какой-то район, фабрик из заводов. Ого. Кажется, это последний поезд на сегодня. Кто-то подал на работу? Или он работает дома, как вы думаете? Кто не знает, почему демоны никогда не нападают на поезда. Впрочем, ударенному коню, как известно. Благодаря этому феномовое поезда единственный безопасный способ путешествовать между городами. Там еще и демоны. Киберпанк с демонами. С инемешниками. Чума. Жутковато. Хоть в слухе что-то демон недавно активизировался под новой. Еще и чума. Нормально? Только посмотри, он никогда не нападает тех, кто отправляется за пределы куполов по собственной воле. В куполе живет. Видите, вот эти кружочки, видимо, купол. Ну да. Аксис купола защищает нас от демонов на протяжении же пяти веков. Пятьсот лет. Нифига себе. Не помню, как звали их изобретательницу, но мы все обязаны ей жить. Правильно. Женщина изобретательница. Так, что еще? Куда можно отткнуть здесь? Кроме робота. Ха-ха-ха. Ну не пылесос, робот же. Ну... Ты знаешь, если есть ходячий робот как человек, он может выполнять все функции. И готовить, и пылесосить. И развлекать. Ладно, куда мы еще не тыкали? Что это такое? Это 212. Цветы какие-то вяленькие. Самогон. Ну вот правильно. Кто бухал вчера? Признавайся. Такая хай-тековская у него комнатка. Похоже, знаете, на домик главного героя в пятом элементе. Правда? Мой любимый фильм. Один. Один из. Ну и все, мало-мало. Так что, мистер Пайкс, есть новости насчет той лицензии экипировщика? Я работаю на Летимоле. Ты же знаешь, как это дорого. И как только вы умудрились находить клиентов на обгрейд оружия без официального разрешения. Да, не могу сказать. Наверное, я действительно хорош. Ну да, ну да, я могу сказать, что ваши клиенты, наверное, имеют свои причины на то, что обращаются к экипировщику, который нигде не регистрирует их оружие. Да, какие же это могут быть причины? Наверное, законная деятельность. Единственный свидетель PHG-12. Пучковый пистолет от Slate Industries. Пучковым стреляет. Ты ЗОЖ? Я что, спорила с этим? Почему ты сказал? А, ты, видимо, не туда написал. Ну, понятно. Кто там на Твиче? Привет твичовскому меньшинству. Надеюсь, вам не грустно там. Хоть и пыльненько. Практически бесшумно, но очень маловато. Предполагается, что я позабочусь об этом. Понятно. Лицензию дали, работает без лицензии. Отвертка. Самая полезная вещь после лома. Мы её взяли с собой. Видимо. Ну да. Можно её как-то использовать? Подожди. Такое чувство будет, что-то я забыл. Начинает сказаться, что мы управлять невидимая рука. Ха-ха-ха. Невидимая рука рынка. Невидимая рука Квины. Так. Стрим хотя бы вечером, а то так не попаду. Скоро наработаете. Ха-ха-ха. Сегодня холостяк. У нас по пятницам холостяк. Он заканчивается в двенадцать. Или в двенадцать с кусочком. Раньше он в час ночи заканчивался. Сейчас перенесли и убрали новости. Вот. Поэтому по пятницам в это время. Вообще я могла сегодня днём постримить. Но решила этого не делать. Не нарушать традиции. Ха-ха-ха. Так. Ладно. Что мы здесь не взяли? Хорошо. Я так и знал. Так. Узлы. Используется для применения, изменения состава бронера. Уже установка узлов. Специально предзначение этого моста занимается экипировщик. Если у вас есть хороший хирург, жрица и экипировщик, то всё в порядке. Ладно. Всё. Можно валить с этого экрана. Мы, кстати, выйти можем, да? Возможно, мы сюда вернёмся, когда попробуем выйти. Что? Хотите, чтобы я вызвала полицию? Что? Почему? Потому что вы поставили квартиру на охрану. Хе-хе. Зачем я это делала? Видите, картинка у неё появилась. Вон там. Зачем я это сделала? Я же думала. Без понятия. Я не вижу ничего ценного, включая вас. Хе-хе. Но вы на пире стали причитать о том, что как Артур, тот сосед сверху, замыслил против вас что-то недоброе. Так что... Оля, я не помню код. Ха-ха. Алкаш. Ну, вчера допомнили. Выпусти меня, пожалуйста. Нет? Макку. Протоколы безопасности и всё такое. Да ладно тебе, Оля. Ты же видишь, я опаздываю на работу. Ну, по старой дружбе. Ага-га. До дружбе говорите. Нет. Пожалуйста, сними квартиру с охраной. Мистер Пакси, или мне придется вызвать полицию. Кто знает, что они скажут насчет вашей скромной экипировочной мастерской? Ха-ха-ха. Что там помощники с тебя не очень. Эй, зачем так сразу? Вы всегда можете спросить совета. Кода я вам не скажу, но помочь его вспомнить. Это пожалуйста. Сентиментальную ценность. В основном это ваша бывшая. О, наверное на календаре должно быть, да? Цифры. Это один из двух дней парада, когда Аида, Локон, наши звезды восстают и заходят на время друг с другом. Вашний день. Выходной. 18. Запомните, да? 20. 18-20. Давайте попробуем их втыкнуть. Память. 18. А ты прощаешься? 19. 20. Память. 19. Впросить. 20. Мастерская. 22. 21. 21. она начинает с нуля он как бы эта подсказка повернуть открытием 23 странное путешествие 23 лучше 23 хорошо давайте уточню вы используете даты своего отпуска с женщиной которая бросила вас два года назад как код безопасности от своей квартиры таланты улья это всего лишь код впрочем чем должно быть 4 какой у нас джесс месяц по счету джесс 23 джесс хорошо 1 2 3 4 5 6 0 6 23 я просто гений подростки по сравнению с обычной подростками жена робот вообще-то класс не истерик тебе не скандалов ну ты посмотри какая она стервозная какие тут не истерики и скандалы она просто можно сказать из него душу выматывает своими подколками ну ладно пришло время ставить новый мировой рекорд по бегу препятствия мистер пайкс каким еще препятствиями что за меня побери что вообще произошло кстати в будущем мужчины и женщины будут чаще общаться с искусственными мужчинами женщин чем живыми имеют дома себе заводить искусственных потому что живыми проблемы какие-то вещи раскидывают там для мужчины важно что боль 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 убийство прямой эфире это хорошо традиции нельзя нарушать да да вот что рассказывал а про то что люди и мужчины и женщины будут чаще общаться с искусственными роботами искусственно созданными роботами искусственно созданными женщинами и мужчинами как сейчас в принципе и японии происходит а размножаться мы перестанем накануне ну хватит ты знаешь что это опусти меня да эти ваши угрозы меня перепрофилировать ну скажи неужели этот робот лучше чем женщина по всех суть такая же стервозная как минимум да я просто пошутил проблемы малыш кто это какие люди привет айрим так это та которая с верхнего этажа кот опять проснулся и пошел куда то ужасно хоть называть меня малышом ладно и перестань столько воды утекло конечно все еще секси а осталось болото помолчи Оли все в порядке Ирина просто был ключ на фабрике хочу пришла Артура чтобы он прислал своего жутковатого консержа нет не хочу чтоб ты просила Артура я сам разберусь ну и лишь спасибо Оли ну вот подожди мне надо с тобой кое что обсудить может зайдешь не думаю нет где клиент подогнал шакалное арсиарянское арсиарянское красное поговорили бы о старых добрых прям о том как тебе вшили синтетику вместо связок а с настройкой накосячили да да катастрофа под мышкой у демона ты так напилась в горе что мне пришлось снести тебя домой ну вот да прости что хотел обсудить да я догадываюсь Артур купил здание целиком и хочет теперь меня выселить это связано с ним да ты же знаешь что он не в исторге от того что мы с тобой друзья это совершенно не моя проблема да я понимаю для меня это тоже непросто он иногда бывает ревнивый это еще мягко сказано не знаю мы за это часто ссоримся особенно последний раз это случилось буквально пару дней назад решила не то чтобы о тебе рад слышать но как то так сплыло что ты до сих пор хранишь фото из нашей поездки в миру и он зациклился на этом такое бывает это вещи случаются погоди ты что серьезно да пожалуйста но это не нелепо вот я прошу тебя избавься от этой фотографии поверь мне так будет лучше намного лучше айрин о сил айрин вот ты где я так и знал что ты здесь нод артур оли у вас интересная беседа я не помешал может зачем же разговаривать в коридоре зашла бы к нему выпила бы что нибудь он наверное тебя звал да и что с того ты диктатор хренов прекрати нод ты тоже артур но просто забыл ключ им нужна была помощь теперь все в порядке нам пора пошли пойдем тебе нужно просить меня дважды не забывай что это я пришел за тобой а не наоборот сделал что я просила пожалуйста пока айрин ненавижу этого типа ну а почему вход завалился конец и и у и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Посмотрите, Минотавр. Это был Гриб Минотавра Но в будущем Интересно Я так понимаю, что это... Да, глава 2 есть Гася, опять холодно Клюю с Аидом с Логаном Странные диалоги Нормальные, мне понравилось Потом еще и женщины-роботы изменивать ночные О, боги, куда катится этот мир? Остановите, и я сойду Ну, если ты будешь выключать женщину, когда будешь уходить с работы Я не думаю, что у нее будет физическая возможность тебе изменить Если только в дом не ворвется хакер Такое не каждый день видишь Я, конечно, знал, что Ройс Билдинг та еще развалюха, но никак не думал, что в один прекрасный день здание начнет... Ох, там рука, вы видели, там рука Что здание начнет развалиться на части в буквальном смысле? Пассажирским ли там не пройти? Но у Мани есть и аэромобиль Она часто паркует его у своей квартиры Чтобы зарядить Надеюсь, она дома Она объяснила, что произошло Подбросит Как я мог проспать все это? Да, Роли права и пора завязываться упивкой Черт Это не Арина, у нее сегодня концерт И браслет не видно, она никуда без них не выходит Надеюсь, что это не Майя Лучше перестань гадать Ничего хорошего из этого не выйдет Это только синтетическая рука, но я же не бульдозер Прикольно, да, просвет Про леви, говорит Ну, ладно, идем Что если Майя меня запрет? Я, кажется, уже забыл код Майя Контейнеры Иметь такие генераторы сданет не всем законно Но я все равно установил По сравнению с моим зарегистрированным станком Это просто детская шанс Мы заряжаем кучу приборов и не платим за это, не лото Мимит, это очень давно Вот, я думаю, что я ставлю ключи Майя Не знаю, чаще всего просят мне помочь таким вещами Так, кажется, нам нужно к Майе раньше, чем к этому щитку Майя часто бывает запередить Она художник и растяпа Может, это одно и то же Майя? Майя? Не отвечает Надеюсь, мне все в порядке Ого, как ярко Майя Фильтры на окне работают нормально Еще бы, я их сам устанавливал Если подмет, Майя меня использует хост и грилл Я думаю, она не будет и взорвать, если я тут осмотрюсь Приятная музыка, да? Жуткий парень У меня кукла в эти создания постоянно прыгает между реалистями По-моему Симпатичная Кажется, она из купольного города Тали Ирин тоже тут По-моему, она и подарила это люстру Майя Кот в спальню Почему-то красным горит История Маленькие делица меня напрягают Мне те, что-то неестественное Почему Айрин мне не нравится Может, я стала подарить ей такое? Да Мне тоже нравится, Ван Сай Обожжу на незавершенную работу Должна быть одна из моделей Майя Или у клиенток Ключ от щитка в большом коридоре И начал запирать её, после того, как кто-то в него залез и сжёг один из направляющих узлов До начала казаться, что это была Майя Как удобно, пшик и всё Это проще, чем я думаю Может, он просит работу экипировщика и начает рисовать? Ладно, не буду шутить На что это похоже Белая краска Купальник Хорошо? Или нет? А Томке рассудят Хочу такое кресло Классное Управление решёткой Майя 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 Здесь она просто спит Вернусь за ней позже Вернусь за ней позже Как можно я? Что-то странно Что-то странно Щитомая выпивает Я думала, она беременна Да, интересно Майя беременна, будем знать Так Похоже, нам на щиток нужно Собиралась уехать на машине, а зачем на щиток? Решётка убрана Всем неспящим Терномники Интересного просмотра И лайка составьте Я пошёл Давай Удачи тебе, хомячок Японцев Этотика Какая-то странная Они же покупают Ношеные трусики Несовершеннолетние Ну, ты знаешь У нас тоже есть разные извращенцы Так же и у них У них есть и нормальная эротика, я думаю Давай посмотрим И чем с этим связывается, надо включить мое ксид зрения Кажется, поначально был не очень рад импланту Меня практически заставили установить его на фабрике Но Оказалось, что это довольно полезное вялое Особенно для экипировочных работ А начальник был прав Кое-то веки Ага Майя нарисовала для меня Должна помочь мне разобраться, куда я направляю аксис Сюда В машинку, ага На машинку не смогли бы сесть И вот эту на машинку На машинку Продолжение следует... О, новый подписончик на твиче. Приветствую. Привет, Зинат, как делишки? О, смотри, здесь еще куча этих штук лежит. Отлично. Плюс-минус, значит, он прямо идет. Так, это, наверное, так. Что значит? Идет. Минус на плюс, значит. Значит, все неправильно. Вот это минус на плюс. Подожди. Его можно перевернуть, нет? Ясно, что нет. Минусы сюда выходят. Сложно. Сложно, потому что я не вижу нужного минуса. Не поворачиваться. Джейн Грис, подписончик. Сайонара. Так, нам нужно, чтобы плюс был с этой стороны. Какие самые начали? Здесь были. Как думаете, они запомнятся? Увы. Это еще что-то питает. Ага, входит сюда. Понятно. Понятно, что нам нужно сюда перенести. Или сюда. Минус, плюс. Здесь плюс, да, получается. Минус. Здрасте. Ты должен там стоять. Плюс, минус. Может так? Я не помню, какие здесь цифры были. Черт, перемотайте. Лучик сверху начинает, да я уже видела. Минус, чтобы минус был вверху или минус был сбоку. Так не подходит. У меня стрим залгадрит, что за фотка вместо вебки. Эх, магия. Непосильная задачка. Непосильная задачка, когда в самом начале не посмотрела, как оно шло. Возможно, так. Может так? Ну, вот так вот, нет? Попробуй взять машину, он нам скажет, что, типа, нет электричества. Иди на свет. Да, выбираться надо только спустя вниз, там до станции корпуса новой рукой подай. Даже не заводится. Что ты будешь делал? К черту. Мистер Пайк, сенсором в своем дверь. Вы что, наконец-то решили вывести меня в свет? Мы же все время сидим дома. Ну да, я запомнила кое-что особенное. Как помочь мне развиваться машиной, мы поедем. Бортовой аккумулятор, видимо, разрешен. Давай начнем с этого. Причина механических повреждений. Попробуйте осмотреться. Так, что это у нас? Переносной аксис-кондейнер. Я знаю, Оля, что это был риторический вопрос. Я не была уверена. Но там, мне кажется, вы теряете действительность. У тебя слишком живое воображение. Однажды я разберу твое ядро, чтобы узнать, от чего это. Ну ладно, Майя, видимо, использует этот пак для того, чтобы что? Блин. Блин, не успела прочитать, что он там делает. Доступ к бортовому аккумулятору, который кто-то, похоже, пытался вырвать. Может, Майя поняла, что он сломан, пытался забраться до него, чтобы починить? Сама? Вместо того, чтобы использовать ваш почти бесплатный труд? Сомневаюсь. Кроме того, чтобы сделать нечто подобное, надо обладать недюжинной силой. Я, пожалуй, мог бы использовать эту руку для того, чтобы подключить пак к аккумулятору. Если бы только пак был заряжен. Да правда, ты прям сияешь, Квина? В смысле? Просто Квина слишком красивая, чтобы мне ослепли, сделала туманчик на себя. Именно. Вот он все знает. Хе-хе. Я могу использовать ее, чтобы заряженную паку. Вот только надо сначала запитать, ну, естественно. Давайте попробуем все вернуть, чтобы понять, как оно работает. Нет. Ну, а, кстати, запитать нужно вот это вниз теперь направить. Ладно, вы мне не подсказываете, как там в самом начале было. Придется перематывать сама. Придется перематывать. Так, значит, плюс-минус, плюс-минус, плюс-минус. Не надо помнить. Так. Все, я уже комментарий не верю. У меня здесь окошко открыто. Плюс-минус. А, подожди. Нам вниз сюда нужно. С плюсом на минусу сюда. Тут надо слева плюс-минус. Или здесь. С минус-минус. С минус-минус. С минус-минус-минус. Теперь... Так, что ли? Нам нужен минус внизу. Ну, вот, например, такой. Плюс-минус. И... Плюс-минус. Да. Ну, вот, а вы мне не подсказывали. Ну, вот. А вы мне не подсказывали. Так, значит, зарядили. Перейдем обратно. Ботовой аккумулятор должен быть внутри. Попытаемся подсоединить к нему пак. Попробуем запустить машину. Прям сработало ли это? Да. Так, что такое? Чертное переднее. Мне везет, как всегда. Батареи на нуле. Это тысячу раз, говорил Майя. Никогда не оставлять машину незаряженной. Наши отношения с женщинами есть интересная особенность. Они как будто вас не слушают. Я должен оскорбиться, но это похоже на правду. Хорошо, я установил для Майя на балконе зарядку и подсоединил ее к общей сети. Я, по-моему, сейчас могу зарядить аэрокар. Ладно. Похоже, нам обратно идти туда. Заряжать вот это дело. Раз тут электрокар нарисован. Так, минус. Минус, так. Я думаю, что зарядка на балконе теперь работает. Я тоже так думаю. Так, ладно. Что дальше? Как это штука использовать? Ну, так. Как? Как эту штуку использовать? Я не вижу здесь. А, вот, кстати. Понятно. Рача львить. Может, заскочу в Супернова, потому что Ирин после того, как пообщаюсь с полицейскими. Я слышал, деньги были. Вот где же они теперь? Ого. Что за... Как-то звук шел из коридора, черт. Аксис пропал. У меня плохое предчувствие. Надо пойти проверить щиток. Маленький дирекция. Да. Понятно. Дирекция, это понятно. Ого. Перегрузка? С нашей эксисиейки что-то точно не так. Халява, видимо, закончилась. Причем, что-то у меня же получилось. Надо вернуться и пытаться обойти с тем, что есть. Хорошо, что Оля этого не слышит. Она бы сказала, что это мой девиз по жизни. Навести порядок, говорит, надо. Угу. Интересно, его робот тоже уже не работает. Один процент. Куда мы поедем? Ну. Отсоединить, возможно, надо. Отсоединение не работает. Не вижу активно кнопочки. Ладно, вот мой план. Машина, наверное, прилетит буквально пару лифт, но этого хватит, чтобы добраться до вон того балкона. Я не знаю, чья это квартира, но нужно выходить в общий коридор, куда выходит грузовой лифт. Грузовой лифт работает на запасном генераторе, который, по идее, должен работать, так что я смогу спуститься. А я думала, что мы с вами полетим к небу в алмазах. Ну, была не была. Так, быстро. Я ожидала большего. Я тебя предупреждала. Ну, все, мне пора. Вы эвистичный мужчина, мистер Пайкс. Хотя бы позвоните мне. Посмотрим, да, с ли мне отсюда выбраться. Чистилище? В смысле? Привет. Вот вы и добрались. Это моя комната. Здесь начинается моя история. К сожалению, здесь же заканчивается эта демо. Если она вам понравилась, пожалуйста, подпишитесь на страницу Меонтавра в Стиме. Просто кликните, кликните скорее. Прямо в демке они кнопочку установили. Простите, ну у нас сейчас такие вот неконтролимые приступы ярости. Если честно, у меня все в порядке с головой. В любом случае, спасибо за то, что поиграли в это демо. Мы ценим отзывы и комментарии, поэтому делись с нами своим мнением. До свидания. Надеюсь, мы еще встретимся. Но мне игра понравилась. Я люблю. Киберпанк. Идея здесь какая-то интересная. И эти анимешные девочки не слишком мне на шею прыгают. Мне это нравится. Все, вы мне больше ничего не пишете? Ну ладно. Ну ладно. Пока.